Рассмотрим некоторые автоматизированные инструменты выделения. На панели инструментов зажмите кнопочку и разверните два инструмента выделения. Здесь мы с вами наблюдаем волшебную палочку и быстрое выделение. Рассмотрим вначале инструмент быстрое выделение. Этот инструмент имеет форму кисти. Соответственно, есть возможность задать параметры кисти. Для того, чтобы выделить часть объекта, необходимо зажать левую кнопку мышки и начать производить манипуляции внутри объекта, который мы хотим выделить. В данном случае этот инструмент старается нам способствовать и выделяет все оттенки, которые мы с вами затрагиваем. Если мы здесь выделили кусочек, который не нужен, мы можем переключиться в режим вычитания или зажать клавишу Alt на клавиатуре и добавить какую-то часть. Давайте отключим выделение с помощью команды отмены выделения и выделим небо. Первую часть выделили, выделили вторую часть, переключились в режим вычитания выделенных областей или зажали клавишу Alt на клавиатуре и... А, нет, наоборот. Вот эту часть нужно добавить. А вот эту часть уже можно вычесть. Значит, в палитре слоев, допустим, мы с вами преобразовываем фоновый слой в обычный и удаляем эту часть для того, чтобы воспользоваться, допустим, вот таким вот небом и установить его в качестве... ...небо на данное изображение. Вот, допустим, каким-то таким вот образом можно применить данный инструмент. Но, как вы видите, здесь остаются части элементов, которые мы не смогли этим инструментом быстро выделить, хотя это тоже возможно при большом желании. Рассмотрим следующий вариант использования данного инструмента. Допустим, нам нужно выделить вот заданного хомячка. Опять-таки, с зажатой левой кнопкой мышки мы с вами проходим по контуру заданного объекта и выделение происходит достаточно быстро. Например, если нужно убрать лишние части, которые выделились, зажимаем Alt на клавиатуре и убираем лишние части. Таким образом, инструмент быстрое выделение позволяет достаточно неплохо выделять сложные объекты. Копируем и вставляем, допустим, его куда-то сюда. Конечно, он не доработан, мы не дорабатывали края. Ну, это самый сложный вариант в данном случае. Этот инструмент тоже как бы работает, но приходится здесь больше времени, может быть, потратить. Также в данном инструменте на панели атрибутов сверху существуют переключатели. Если у нас с вами один слой, то, значит, будет работать с изображением, находящимся на этом слое. Если у нас несколько слоев, как вот с этим изображением, будет работать инструмент только с текущим слоем, пытаясь взять сведения о цветах и активного слоя. Если необходимо работать со всеми слоями, ставим соответствующий переключатель в активное положение. Усиление автоматически существует для того, чтобы края выделенной области соответствующим образом немножечко более сильно захватывать. Значит, у нас есть в этом инструменте, кроме трех режимов работы, создания, добавления областей, вычитания областей, кроме того, что есть параметры формы инструмента, два интересных, две интересных команды. Команда «Выделить предмет» появилась, начиная с версии Creative Clouds 2018. Это автоматическая команда, которая позволяет выделить наиболее существенное, по мнению разработчиков, часть на изображении. Как работает данная команда? Мы активируем данную команду, после чего происходит анализ документа. Этот процесс может быть достаточно длительный. На выявление наиболее характерных частей. Вот в данном случае мы получили выделение автоматизированное полностью. И мы видим, что автоматизированное выделение оказывается зачастую намного лучше, чем тот элемент, который мы вручную с помощью мышки выделяли. Ну и вариант, допустим, когда у нас вот такой вот пейзаж. В данном случае, конечно, может быть немножечко хуже распознавания образов, но, как мы видим, достаточно хорошо. Только вот эти элементы по краю были не захвачены. Опять-таки, пушистые объекты выделять достаточно затруднительно. Но мы всегда можем воспользоваться командой выделения предмета, дождаться анализа. Понятно, чем более качественное изображение, чем оно больше, тем анализ может занимать немножко больше времени. Но, тем не менее, достаточно неплохо данный инструмент работает. Также к команде, ну, кстати, вот мы можем посмотреть, как будет работать на пейзажном изображении, когда нет явных выделяющихся объектов, которые можно было бы выделить. После проведения анализа таких изображений, Photoshop выдает соответствующее нам диалоговое окно, где говорит, что не удалось распознать объекты на текущем изображении. Значит, также эту команду Select Object или выделение объекта можно активировать, не находясь в данном инструменте, с помощью меню выделения выделить предмет. Срабатывает та же самая команда, производится анализ изображения. Наиболее характерные объекты будут выделены на этом изображении. И у нас остается последняя кнопочка, которая существенно расширяет возможности по уточнению краев. Кроме стандартных возможностей, присутствующих в предыдущих версиях данного программного продукта, значит, есть возможность поработать с краями, поработать с глаживанием краев, растушевкой краев, если это нужно. Наиболее интересно, что у нас есть нижний элемент настройки экспорта, где мы с вами можем выбрать, в качестве чего будет выводиться готовый результат. То есть мы можем создать выделение на основе вот этого вот края и получить пустую выделенную область. Мы можем создать маску слоя, можем новый слой, а можем создать, например, новый слой с маской слоя. Допустим, для такого вывода мы нажимаем кнопочку ОК. Ну, настройки можно запомнить на следующий раз, если мы здесь настроили то качество, которое нам необходимо для работы с изображениями. Все изображения у нас одинаковые примерно по размерам и оттенкам. Нажимаем ОК. И в палитре слоев создается новый слой, фон копия, копия слоя, с которым мы работали. Слой оригинал по умолчанию отключается, видимость. И мы с вами можем работать с этим объектом. И с маской, и со слоем. Краткий обзор инструмента «Быстрое выделение» окончен. Рассмотрим, как можно поработать с инструментом «Волшебная палочка». Инструмент «Волшебная палочка». Автоматизированный инструмент «Выделение». Посмотрим панель атрибутов сверху. Мы видим четыре режима работы. Это те же режимы работы, которые мы рассматривали для инструментов заданной формы или произвольной формы выделения. Они не поменялись. Как работает данный инструмент? Данный инструмент выбирает цвет, на который мы щелкаем мышкой. И на изображении одинаковые оттенки этого цвета выделяются. При этом мы можем работать в двух режимах. Эти режимы переключаются вот этим переключателем смежности пикселей. Если стоит переключатель смежности пикселей, значит мы будем замкнутый контур выделять по цвету. Если переключатель смежности пикселей не стоит, мы будем выделять все оттенки, на которые мы попадаем, по всему изображению. Размер образца. Что здесь есть? Мы можем выбрать точечный режим, когда точно на тот пиксель, на который попадаем курсором мышки, оттуда берется изображение. Мы можем выбрать среднее значение цветов из квадратика размером 3х3 пикселя, 5х5, ну и так далее. Вот вы здесь перечень видите. Значит вот допустим 3х3 пикселя. Щелкаем. И получаем соответствующие выделенные области автоматически. Если мы хотим выделить допустим небо, оттенки здесь немножко неоднородные. То есть нужно добавить к вот этому оттенку еще вот эти вот цвета. Переключаемся в режим добавления выделенных областей. Выделяем то, что было необходимо. И получаем достаточно неплохое выделение. Значит опять таки переводим слой в обычный. Удаляем. Вот. И устанавливаем в качестве неба. Опять таки возьмем это же изображение. Ставим. Положим его на задний план. И переместим на характерное место. Здесь немножко лучше получилось. Потому что оттенки внутри дерева, которые совпали с теми на которые я попадал. Тоже оказались выделенными. Можно увеличить изображение. Выделить. На нужном слое конечно же выделить эти части. И удалить их. Для придания большей реалистичности. То есть в некоторых случаях инструмент. Автоматизированный инструмент выделения цветов. Волшебная палочка дает более быстрый, требуемый результат. В некоторых случаях. Ну. Что здесь может нам дать волшебная палочка? Как мы видим. Если мы щелкаем на цвет. Этот цвет будет искаться по всему изображению. Если мы поставим смежный пиксель. Смежность пикселей активируем. Значит в данном случае. Все равно не очень хорошо получается. Потому что темные пятна присутствуют у нас. И коричневые оттенки. Не только на леопарде. Но и на остальной части изображения. Чтобы это изменить. Чтобы изменить чувствительность данного инструмента. Мы можем воспользоваться настройкой. Которая называется допуск. Она измеряется от 0 до 255. И задает количество оттенков. Которые будет выделять данный инструмент. Ну. Например. Нам необходимо выделить оттенки желтого. Вот здесь. Значит мы поставим. Значение ближе. К нулевому. Для того чтобы те цвета. На которые мы будем попадать. Выделялись. То есть на фоне каких-то оранжевых оттенков. Будут выделяться. Только такие же оттенки. Если же нам хочется. Чтобы больше оттенков. И цветов. Здесь. Выделялось. Ну. Мы. Ближе к сотне ставим данный элемент. И в таком случае мы видим. Что не только. Вот эти вот. Оттенки розового и зеленого. Выделяются. Но и остальные цвета. Тоже. Будут захватываться. Для точного выделения цвета. Мы. Значение уменьшаем. Для того. Чтобы цветовой охват. Увеличивался. И больше оттенков. Бралось. Мы этот допуск увеличиваем. До 200. До 255. В случае надобности. Давайте рассмотрим. Классический пример. Значит. У нас есть. Вот два таких вот. Объекта. Их можно выделить. С помощью инструмента. Быстрое выделение. Их можно выделить. С помощью инструмента. Волшебная палочка. Но. В данном случае. При работе. Легче было бы выделить. Пойти от обратного. Выделить небо. Одним щелчком. Потом сделать инверсию выделения. Мы с вами получим. Готовый. Выделенный объект. Если у него есть четкий контур. Он будет выделен идеально. Ну и естественно. Фон однороден. То инструмент. Волшебная палочка. Или инструмент. Быстрое выделение. В данном случае. Очень быстро. Дадут нам. Необходимое выделение. Качественное. Значит. Есть. Переключатель сглаживания. Который. Обрабатывает. Края. Есть переключатель. Для работы. С. Всеми слоями. Если у нас есть несколько слоев. Мы их можем использовать. Но. Опять таки. Здесь нет слоев. Нескольких. Значит. Опять присутствует. Эта же команда. Выделения. Объекта. Который автоматически. Анализирует изображение. Наиболее характерные. Выделяющиеся. Контуры. Выделяет. Объекты. Автоматически. После. Анализа. Изображения. И. Последняя кнопка. Выделение. И. Маск. Которая позволяет нам. Проработать. Контуры. Задать им. Прозрачность. Сглаживания. Увеличить. Чуть-чуть. Край. Или сместить. В одну. Или другую сторону. И. Сохранить. То. Чего мы здесь добьемся. В. Пустую. Выделенную область. Маску. Слоя. Новый слой. Слой. Смазкой. Слой. Вообще. В новый документ. Новый документ. Смазкой. Слоя. Ну. Здесь. Эти. Элементы. Они. Достаточно. Ясны. И. Выполнены. С. С корректным переводом. Рассмотрим следующую команду автоматизированного выделения цвета в изображении. Которая называется команда выделения цветового диапазона. Она имеет диалоговое окно. Прежде всего у нас есть возможность из выпадающего меню выбрать тот цвет, который мы автоматически хотим выделить. Например, желтый. Здесь чуть ниже расположена небольшая миниатюра, которая обычно в оттенках серого показывает выделенную часть белым и не выделенную часть черным в нашем изображении. Ну, конечно, можно выводить и изображение, но в таком случае можно переключиться на просмотр в градациях серого на самом изображении, а здесь будет миниатюра в цвете. То есть это простые графические настройки, которые ни на что как бы особо-то и не влияют. Вот мы вернемся в исходное состояние, когда само изображение у нас не тронуто, а в миниатюре отображается в оттенках серого та часть, которая будет выделена. Ну давайте посмотрим, что будет выделено, если не совсем понятно с миниатюры. Вот, желтые цвета, они оказались выделены, которые в миниатюре подсвечены светлыми оттенками. Ну, можно выбрать зеленый цвет и посмотреть, что будет выделено и что совпадает с тем зеленым цветом, который там в цветовом диапазоне эталонный. Вернемся к пункту по образцам. Нас больше интересуют не эталонные цвета, хотя они тоже, в общем-то, могут. Нас больше интересует ручной выбор оттенков. Для ручного выбора оттенков в правой части диалогового окна используются три управляющих элемента в виде пипеток, щелкаем по цвету на изображении и на тот цвет, на который мы мышкой попали, происходит выделение части объекта. Если нам необходимо добавить к этому зеленому, на который я попал, еще какие-то вот желтые оттенки, мы можем выбрать вторую пипетку с плюсиком и добавить желтые оттенки и, видите, существенно увеличить количество выделенных областей по цвету. Также у нас есть регулятор интенсивности данного инструмента, можно немножко ограничить, можно наоборот усилить количество оттенков, которые мы хотим взять от 0 до 200. И вот такое вот выделение достаточно интересное, достаточно быстро мы сами можем получать с помощью цветового диапазона. Ну, инверсия это обращение, то, что было выделено, стало не выделено и наоборот. Вот. Кроме того, есть две кнопочки для загрузки и сохранения настроек вот этой вот палитры. То есть мы каким-то образом повыбирали цвета, настроили эту интенсивность, которая здесь разбросом называется оттенков и сохраняем в текстовый файлик настройку. Сохраняем в текстовый файлик настройку этой палитры. Ну, а далее, если это необходимо, потом можем на другом изображении загрузить эту настройку и будут выделены вот эти вот цвета, которые мы здесь используем. Значит, ну, достаточно неплохо может цветовой диапазон тоже использоваться для выделения наших пушистых вот этих вот объектов. Ну, как мы видим, тут не все изображение взялось, потому что я не выделял мордочку данного шумячка. Ну, и последний автоматизированный инструмент выделения, который мы сегодня рассмотрим, это область фокусировки. Данный инструмент выделяет, так сказать, наиболее четкие грани. Чем-то он похож на автоматизированный инструмент выделения объектов, но здесь у нас есть с вами возможность как-то регулировать то, что будет выделено. Значит, ну, во-первых, на каком фоне, то есть, что будет убираться, я, допустим, сделаю черненьким фон, чтобы было понятно, что мы вот эту часть выделили в данный момент с помощью этого инструмента. А если мы хотим, чтобы туда входила какая-то часть большая, ну, вот кусок неба, мы можем доработать вот кисточками. Это такой вот ручной режим, то есть можно убрать кисточками, можно добавить этими соответствующими кисточками. Можно область фокусировки регулировать диапазоном, если мы к нулю поставим, то посчитать, что ничего хорошего тут, в общем-то, нет. Если в другую сторону мы потащим, значит, соответственно, ну, все будет удаляться, кроме того, что мы здесь с вами вот навыделяли. В автоматическом режиме обычно, если галочку поставишь, он в диапазоне троечки находится. Значит, ну, вывод информации, выделенной в виде выделения возможен точно так же. В данном случае у нас выделилась нижняя часть, мы можем инвертировать выделение, если мы хотели работать с небом, допустим, да, каким-то образом. Достаточно неплохо получается выделение. Если поработать, ну, допустим, с этим изображением области фокусировки, мы сразу получаем достаточно интересное изображение. Опять-таки, можем получить новый документ, вывести результат работы в новый документ со смазкой слоя. вот мы получили интересное изображение. Всегда можно дорабатывать с помощью нахватываемого диапазона, ну, или элементарно с помощью кисточек. Добавлять какую-то часть. Или удалять какую-то часть. Вот. Ну, достаточно простой, достаточно новый, хороший автоматизированный инструмент. Благодарю за внимание.